Добрый день, друзья! Добрый день для тех, кто смотрит наш вебинар в записи. Мы через несколько секунд начнем наш вебинар. Просьба для вас. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Чем больше лайков вы поставите, тем больше эту запись будут смотреть те люди, которые нас смотрят в записи. Большое спасибо. А я передаю слово нашему первому ведущему и основному ведущему сегодня на вебинаре Александру Ивановичу Племнику. Александр Иванович, прошу на связь. Так, я вас не слышу, только вижу. Включите микрофон, пожалуйста. Слышно? Так, теперь слышу. Спасибо, Павел Юрьевич. Я надеюсь, что сертификат участника мне тоже достанется. Я его оформлю в рамочку красивую. Презентацию видно? Подскажите. Так, кто-нибудь проявитесь? Видно презентацию? Да, все видно. В чате люди отвечают. Все хорошо, все видно. Кое-кто может не видеть, кто смотрит нас с телефона. Ну, это такое свойство. Я в чате сейчас отвечу. Вы введите своим чередом, пожалуйста, вебинар. Все. Хорошо. Да, добрый день, коллеги. Очень рад вас. Ну, если не видеть, то ощущать здесь, судя Початова, много знакомых людей. И могу сразу сказать, что да, это вот мой второй опыт работы на этой площадке. Ну, посмотрим, как получится. Что я еще должен сказать перед презентацией? Конечно, я взял за основу презентацию, которую я делал буквально два дня назад в Национальной библиотеке в РНБ на конференции, посвященной комплектованию. И эта презентация будет взята мной за основу. Но так как у нас побольше времени, то можно поговорить. Я еще добавил там пяток новых слайдов, что надеюсь, у вас появятся вопросы. Я призываю вот к некоторой интерактивности. Я вижу чат. Будем рады вот живому общению. Если понадобятся какие-то специалисты дополнительные, мы их пригласим. Ну, и так. Значит, вот сегодня я хотел рассказать о совершенно реальных вещах, да, не теоретических. Реализованной системе, которая работает в промышленной эксплуатации большой, но которая не смогла обойтись без нового проекта, который был анонсирован там год назад. В течение года проходила тестовая эксплуатация. И сейчас, несколько дней назад, мы объявили, что он запущен в промышленную эксплуатацию. И любая организация может воспользоваться этим сервисом. Но он немножко необычный. Вот о нем мы сегодня и поговорим. Значит, пару слов о тестировании. В качестве тестера выступала библиотека. Ну, даже на библиотеке. Теперь в библиотеке, в политехии нет. Да, вот уже лет пять. Ну, как и во многих современных вузах, и западных, и российских. У нас теперь все это называется информационно-библиотечный комплекс, который убирает много подразделения. Включая айтишное подразделение, что помогает интегрировать традиционную библиотеку, поддерживать электронную библиотеку, цифровую библиотеку, репозитарий, архив цифровой. Вот в единой среде управления, в данном случае вузом, и интегрировать его по управлению по ресурсам с внешними ресурсами, и российскими, и зарубежными, и практически любого типа, и свободными, и собственными. И в этом мы не видим различий по методу доступа, по работе с этими ресурсами потом, потому что обеспечена единая точка поиска, единая точка аутентификации, ну и так далее, и так далее. Я об этом расскажу. Итак, немножко, да, сначала, но небольшой подарок, как всегда. Почему-то вдруг выпала из папочки фотография Нагаскара. Вот он вполне такой осенний, хотя он целый год такой, да. Ну вот, посмотрите на эту картинку, далекая, такая страна редкая. Общая характеристика. Здесь более подробно, возможно, это будет интересно, потому что здесь в ВБК Питерского политета реализованы очень многие технологии, которые взаимно дополняют друг друга, и это позволяет добиться синергетического эффекта, в первую очередь, в интересах наших читателей. Мы же ради читателей работаем, и здесь вот приведены сухие данные. Вы видите, фонд достаточно большой, это и плюс, и большой минус. За последние несколько лет мы списали несколько сот тысяч изданий различных, да, мы соединялись с разными другими вузами, объединяли каталоги, цифровые библиотеки, старые фонды, ну, все, что с этим связано. Штат очень большой, сократился вдвое, и составляет 55 сотрудников, но в это число входит не только библиотекаря, инженеры входят, и администраторы системы, программисты, ну, и сотрудники разных подразделений. Читатели, вот в данный момент времени у нас 43 тысячи, это реальные читатели, да, живые, которые имеют доступ к различным типам, к различным типам ресурсов, с различных точек. Что является, ну, не редкостью, но вот таким позитивным фактором, который нам удалось поднять вот здесь в БК, это то, что мы поддерживаем именно библиотечное сообщество, поддерживать свою библиотеку политеха, которые являются достаточно крупными на уровне страны. В настоящий момент времени там около 63 тысяч документов, они очень активно каждый день сюда поступают. в год, это примерно там 8-9 тысяч документов располагается в этой цифровой библиотеке, которая достаточно, ну, как мне кажется, хорошо сделана, на хорошем программном продукте, имеет активное наполнение по разным бизнес-процессам, видите, 16, и которые имеют достаточно развитые интерфейсы, которые унифицированы с интерфейсами других информационных подсистем библиотечных, которые мы владеем. То есть стиль работы с любыми ресурсами, бумажными, электронными, справочными, там, чему будут совершенно один и тот же. То есть пользователю не надо учиться привыкать, это единая среда, и перетекание из одной среды, оно совершенно бесшумное. То есть читатели не знают, где расположен ресурс, он просто нажимает кнопочку и получает этот ресурс в том виде, ну, который доступен, может выбрать. То есть вот наличие цифровой библиотеки именно в библиотечном видении дает новое качество, еще раз подчеркиваю. Поэтому, ну, просто наш опыт показывает, что, если есть возможность, лучше свою цифровую библиотеку мне давать на аутсорсинг, заниматься этой библиотекой самим, потому что те ресурсы, которые у вас находятся на аутсорсинге, на них не удается быстро влиять. А ситуация в организациях, ну и в первую очередь в вузах, она меняется буквально там каждый день. И требования, и ограничения появляются. То есть это очень живая среда, поэтому, если у вас есть под боком существенный массив, о нем мы сейчас поговорим, почему он существенный для нас, вы можете очень оперативно отвечать на эти вызовы, которые приходят из митинговской среды, у меня вестерской, по крайней мере. Что не отрицает наличие каких-то более комбинентальных ресурсов на стороне, и методология доступа позволяет им обращаться как к своим. Но влиять на них вы не можете настолько оперативно, как имеется в виду справа библиотеки. Дальше. Система наполнения контентом достаточно автоматизирована. Есть много бизнес-процессов, в частности, опубликования выпускных верификационных работ, которые проходят в автоматизированном режиме. То есть здесь участвуют библиотеки для верификации, там описаний, каких-то этапов размещения. Все остальное с подписанием авторского договора происходит в автоматизированном режиме. Поэтому мы имеем в среднем 7000 ВКР в год, которые автоматически размещаются, автоматизировано размещаются в общественном режиме. Что тут еще есть? У нас есть служба ДОЭ. Она национальная умная. Мы являемся членами дата-сайта. И занимаемся не только идентификацией текстовых произведений, обычных, но еще научных данных, которые ассоциированы с этими произведениями. И это, в общем-то, майнстрим такой в мире, существующий последние несколько лет, когда хорошим тоном, а иногда принципиально необходимость, если без этого не принимают отчеты или публикации серьезных издательств, вы должны опубликовать данные экспериментов, на основе которых написана научная публикация. Какая еще специфика? Это очень тесная интеграция системы управления ВУЗом, о чем я сказал. И это современная платформа. Это даже не АБИС, как тут написано, а это платформа, как условно, НЕО, новое поколение. Она там облачная, какая хотите, реализует любые модели. И благодаря этой системе мы очень легко в течение суток практически перешли на удаленку. И в очень большой пропорции 70% сотрудников за несколько дней перешли на удаленную работу. При этом совершенно не пострадал читатель, он ни на секунду не потерял доступа к любым ресурсам, которые входят в единый библиотечный фонд нашего университета. Это заслуга, безусловно, вот этой платформы, которая нам помогла это сделать и работать из дома. Дальше специфика в том, что любые ресурсы у нас доступны через единую точку, через единую систему аутентификации. То есть для этого, чтобы доступ был и к своим, и к российским ресурсам, российских ИБС, а также к бесчисленным научным базам во вне, мы стали членами и партнерами проекта ФИДРОС. Это Российская Федерация доступа к научным образовательным ресурсам, которые являются частью очень крупного глобального мирового проекта науке образования, который называется ЕДЭГИН, и которая представляет вот этот ВИДРОС в Российскую Федерацию, которая входит как часть в эту глобальную систему, как национальная федерация доступа. То есть, будучи членами этой федерации, вы можете не производить специальную авторизацию для доступа на конкретный ресурс, вам достаточно один раз за сессию, или там, если вы включили компьютер и один раз ввели пароль, то целый день вы можете доступаться к любым ресурсам, не вводя пароли. И этот пароль будет ваш личный, у нас это пароль сотрудника или студента вуза, по которому он и на территорию попадает, и зарплату свою смотрит, и удаленные учебные курсы прослушивает, и работает с библиотечными ресурсами, и работает система документа оборота глобальная. Это один пароль, введенный однократно в течение сессии. Далее, единую точку я уже сказал, наличие своих дискайвери, которые объединяют собственно разнородный ресурс, которые не отменяют глобальные дискайвери, вы видите ниже этой эпской дискайвери, наличие IT-службы, я уже сказал, и участие во всех практически корпоративных проектах Робикон, понятной прощением мы и тестовая площадка для этого являемся, что помогает нам сохранить очень существенные деньги и получить новое качество сервиса для наших читателей, и без корпоративных. Вот проектов мы практически существовать не можем, но мы бы уже очень много потеряли, либо нам пришлось дублировать эти работы, которые происходят в корпоративной системе. Ну, вот, дальше я, наверное, побыстрее буду, чтобы не затягивать, осматривать. Итак, этот проект, о котором мы сегодня говорим, и Константин Николаевич там дальше будет говорить, и мои коллеги подробнее, это проект относится к комплектованию, скорее всего, то есть формированию, фонда, ну, организации. Ну, как вы понимаете, у нас уже не осталось традиционных библиотек, по крайней мере, в министерской среде, да, эти все библиотеки обладают гибридными фондами. Ну, видите, здесь вот три зеленых окошечка, значит, традиционная библиотека, сплошная бумага, традиционная с включением электронных ресурсов, таких большинство сейчас, и преобладающие цифровые библиотеки с небольшим количеством бумажного фонда. И вот этот баланс, как я его называю, между бумагой и электронным воплощением, это такая динамическая вещь, которая может меняться, как в одну сторону, так и в другую, между прочим, под воздействием разных факторов. Вот здесь факторы приведены, да, это психология человека, это потребности научного и образовательного процесса, это и законодательные там акты, которые вот на нас иногда падают, и приходится быстро реагировать. Ну, и так далее, и так далее. И здесь вот голубеньким появилась новая штука, о которой мы ранее не говорили, не подозревали, что она может быть, это неприведенные стресс-факторы, то есть, понятно, что я говорю в данном случае о пандемии, то есть, это некоторые форш-смортов, которые требуются очень быстро изменить профиль фонда. И в данном случае потребность появилась в большей степени в сторону вот именно третьего типа библиотек, которые дают удаленный доступ к электронным ресурсам, либо к сервисам, которые обеспечивают справную доставку там этих ресурсов, если они были на бумаге. Вот такая штука случилась, и в этой ситуации крайне удачно появился и был уже обкатан проект, который мы сегодня представляем, Екарсар, и библиотека политеха или там ИБК, да, по-другому, очень быстро за это ухватился и используя свой опыт тестового тестирования как бы этой системы, уже сделал такой промышленный заказ, достаточно объемный, но о котором я чуть позже скажу. Я думаю, что он будет реализован, и наши читатели будут счастливы. Итак, в данном случае Единый библиотечный фонд, он состоит понятно из бумаги и из фондных ресурсов, и вот почему мы подчеркиваем важность цифровой библиотеки во владение именно библиотечной общественности в том, что это наиболее реактивная составляющая, то есть администрируя и пополняя электронную библиотеку свою, потому что она ближе к телу, можно варьировать степень этой гибридности. Вот именно по этому пути мы и пошли в этом проекте, о котором я сейчас говорю, который очень успешно развивается прямо в эти дни. Вовсе очень довольно что так происходит. и так вы видите, что наполнение пространства электронных ресурсов традиционно он состоит из подписки как на российские, так и на странные ЭБСы, базы данных вот тут такой пункт есть. У нас их 68 баз данных ЭБСов, что не запредельно, но достаточно много. это собственные электронные ресурсы, которые базируются на платформе цифровой библиотеки в данном случае самого университета. И это поток наполнения этой электронной библиотеки за счет оцифровки собственного фонда, но при выполнении конечно требований сохранности авторских прав. Далее. вот здесь показаны потоки дополнения и в том числе влияние на вот этот баланс, пропорцию за счет наполнения цифровой библиотеки. В данном случае видите точками доступа является университет, есть точка доступа в самой библиотеке на портале, с которыми вы можете работать с любой точки в зависимости от ваших прав, вы будете работать с обобщенным объемом информации. Но это то, что ИБК делает, то, что должна делать любая библиотека, это наша функция. И в данном случае мы сегодня будем говорить о цифровой копии и нехранении в библиотеке, потому что это важно. Здесь более подробно указанное по туте наполнения, вы видите какой это стриминг, это стриминг практически, да, это служебные авторские произведения, их у нас довольно много, и они используются, ну, где-то 80% запросов учебного процесса, она приходит к собственной электронной библиотеке политеха, а все остальные 20% отходят на внешние БСы и прочие ресурсы. Дальше, авторефераты диссертации, мы уже лет 10 собираем, все процединги, конференции, у нас их иногда в день то опять что бывает, и это тяжелая тема, потому что несмотря на всякие там приказы, тяжело добраться до тела организаторов и заставить их оформить правильным образом передачу произведения, которые были опубликованы на этой конференции. Все периодические издания политеха, а у нас больше десятка электронных изданий, журналов научных, для них сделана цифровая электронная библиотека, это не ЭПАП, это собственное решение, хотя ЭПАП это название свободного распространения программного продукта, но нечто подобное сделано в политехе, и вот эти десятки журналов прекрасно производятся, размечаются, индексируются, и перетекают цифровое лепозитарие политеха в цифровую библиотеку, о которой я уже говорил, что позволяет их продвигать различными способами на внешней арене научном. О ВКРах я уже говорил, у нас около 30, больше 30 тысяч ВКРов, они очень уостребованы, как оказалось, что нас сильно удивило, это серьезный поток. Научные доклады аспирантов, все, что издается в политеховском издательстве, вот где стоит бренд политеха, передается для опубликования цифровой библиотеки. То, о чем мы говорим, издание внешних ИБС, то есть мы стараемся, и нам многие ИБСы идут на встречу, получить контент временно в своем пользовании на период подписки, для расположения его в собственной цифровой библиотеке, для упрощения всего доступа. Если ИБСы современные, и они поддерживают бесширный доступ, то мы работаем с ресурсами, которые располагаются на их платформах, но сделано все так, что читатель ничего не регистрируется, не знает, куда он идет, он нажимает кнопку и получает текст, где бы он ни находился. Но вы видите дальше еще различные типы документов, включая онлайн-курсы. Вот онлайн-образование политеха значительная честь этих курсов, муков, в первую очередь, она располагается в том числе в цифровой библиотеке. И ОИНТД, научные документы, это самое последнее, что мы сделали, автоматизированная система наполнения научными документами при отчете по мирам и для забития авторских прав эти документы отчетные в мире. Как выглядит интерфейс? Вот вы видите, я уже, я не буду детально о чем-то рассказывать, главное, как это видно. То есть, интерфейс поиска по совершенно различным ресурсам, он один, один. И форма представления поиска в разных ресурсах, она унифицирована. Не надо привыкать. Вот здесь табличка поиска в каталоге политех. Вот выборка, что есть на бумаге, вот есть выборка, что есть цифровая лидия в электронной библиотеке, вот выборка из реестра баз данных, которая у нас ведется. Здесь посеты, везде единый стиль работы с уточняющими запросами. Вот так выглядит цифровая библиотека, которая, кстати, тоже делается на Руслане, на специальном компоненте. Мы очень довольны использованием этого продукта. Дальше. Точно также унифицированы сведения о ресурсах. Вот здесь разные ресурсы, они унифицированным образом показываются. Еще одним свойством, ну, уникальным качеством цифровой библиотеки политех является то, что это одновременно и БС в полном понимании с функциями заточенными именно на данную экосистему, потому что все ВУЗы уникальны, им невозможно поставить коробочные решения. То есть под каждый ВУЗ надо разрабатывать следу, потому что у всех свои бизнес-процессы, требования, всякие тараканы в голове, но в данном случае заточена ЛБС политеха, которая доступна, кстати, и внешним пользователям, и по договорам, она точно так же распространяется и вызывает большой интерес. Также эта электронная библиотека является и архивом, то есть он выполняет архивные функции, и также является научным репозиторием, ну, все, что с этим связано, с подвижением науки. Ну, вот профиль здесь виден, на этом полисонечке. Когда я говорил, что система сильно интегрирована в среду управления ВУЗом, и, возможно, это привело к очень большому эффекту от воздействия Корсана, в том числе, я вот имел в виду то, что здесь перечислено, что различные автоматизированные системы, которые есть в политехе, вот они здесь, разные модули передачи трудов, они все расположены на средствах политех, не в библиотечных серверах, но наполняют наши ресурсы, вот здесь перечисленные. Значит, также есть система, которая автоматизирует заполнение метаданных, библиографические записи, не специалистами, они потом контролируются, но такая система есть тоже, все это интегрировано системой документов оборота, большой директор, я думаю, многие знают, единая система аутентификации всего университета, кадровая система, откуда мы берем идентификаторы авторов, данные авторов, которые нам позволяют смотреть, корпоративная почта, которая тоже очень интегрирована процессы, вот библиотечная среда в это дело встроена, она зашита, это как живую ткань, это такая сеть как-то. Это тоже возможно нечасто показываю, но тут есть повод показать статистику, потому что она красноречива, она отражает статистику работы в том числе с электронными ресурсами, в основном с электронными ресурсами здесь, но с теми, которые сюда попадают с ЭБСов и с теми, которые мы сейчас переводим в электронный библиотек и заказываем в ЕКОРЦАРе. Но вы видите, значит, электронная библиотека очень востребована до недавней поры, это очень интересно, почему все поменялось, у нас было около 5,5 миллионов извлечений полных текстов в течение года, это около там 30-50 тысяч извлечений в день, и вдруг все изменилось, видите, как обрубило. Ну, если вы приглядитесь к датам, это связано с развитием ситуации по ковиду, а вот на этом снимечке дана расширенная трактовка вот этого хвостика, который у нас сейчас работает, и численные данные вот такие приводятся, то есть день равен 4 тысяч, то есть в 6 раз меньше, чем было до того. И это связано с некоторыми административными решениями, которые внезапно упали нам на голову, но я могу сказать, прямо по распоряжению прямой администрации, мы запретили широковечательный доступ, просмотр и копирование всего, что связано с ВКРами, выпускных квалифицированных работ. И оказалось, что ресурс очень был востребован, очень, то есть вот эта вся зелень, которая отрубилась, это практически она была связана с работой извне с ВКРами, не студентами политеха, а внешними потребителями. А это, то, что у нас осталось сейчас, это осталась реальная работа своих читателей, 40 тысяч, либо тех, которые подписаны на ресурсы ЭБС и Комитеха в текущее время. Это я к тому, что распоряжение может прийти в любой момент с формулировкой немедленно, срочно что-то сделать. Если бы у нас этот ресурс лежал во внешней ЭБС какой-нибудь хороший, красивый, но сделать за сутки или за два часа это было бы невозможно. Вот здесь более подробно здесь видны числовые показатели, то есть были пики до 30 тысяч извлечений в дни. Сейчас в районе 4-5 тысяч. Дальше. Что еще важно, что ресурсы, которые находятся в цифровом репозитории, в архиве, в архиве не целиком, они доступны через систему Google Академия, Google Scholar, и мы очень недовольные как это работает. Вы видите, что огромное количество цитирования этих ресурсов, которые в цифровой библиотеке размещены, например, 730 за много лет, но все равно это много. И на данный момент времени то есть все, что размещается и разрешается нами для доступа и индексирования извне, оно в значительном объеме попадает в Google School. на данный момент 32 тысячи документов. Что произошло, когда на нас обрушилась эта эпидемия, она проклята? Что произошло? Нам пришлось поменять стиль управления библиотечным комплексом и управление процессорами внутри него и нам это удалось сделать не потому, что мы так круто в течение недели поработали, а потому, что заделы уже были сделаны, уже были внедрены технологии, которые позволяют это сделать и мы не были привязаны к каким-то фиксированным технологиям. Они изначально закладывались мобильными, открытыми, управляемыми. Поэтому, когда вот это несчастье произошло, мы пересмотрели принцип управления БК на удаленке. Мы создали 9 проектов, которые раньше не существовали, но которые могли быть реализованы в удаленном режиме. Я не буду рассказывать подробно, какие они. назначили руководителей этих проектов, причем руководители не всегда были руководителями подразделения. Просто это было удобно сделать в момент времени, поставить нужных людей для реализации нужной какой-то задачи. Мы это сделали. У нас и молодые пришли к руководству этими проектами и оправдали это решение. В каждом проекте были определены задачи. Эти задачи не фиксированы в каждом проекте. Они завершаются, когда завершается именно эта целевая функция. Там появляются новые задачи, как мы называем треки. Это живая такая система в каждом проекте и проектов всех, потому что эти проекты естественно пересекаются и по некоторым задачам целевым и по сотрудникам, которые в них работают. То есть сотрудники ИБК они распределены по разным проектам и иногда один и тот же сотрудник может работать в нескольких проектах. Это достаточно интересный опыт, но было бы невозможно отслеживать работу этого сотрудника, если бы у нас не существовало специальной формальной системы управления проектами. Вы видите, она здесь обозначена, это система E-TRAX, это довольно мощная система управления проектами, которая гарантирует, что заданные широкие с заданным качеством будет сделано что-то то, чего мы хотим. Там будет написана программа, а не собран паровоз. Потому что бывает так, мы делали-делали, а потом типа ну не смогла или ах, вы немножко ошиблись по словам задачи. Система позволяет на каждом этапе отслеживать, как идет исполнение этой задачи. К тому же она позволяет самодокументировать работу сотрудникам и они работая в разных тратах, в разных задачах, обязаны каждый день документировать свою работу. Чтобы не было так, я пошел в тот проект, ой, мне там загрузили, и я тут ничего не делал. Мы прекрасно видим, что он делал в другом проекте, чем занимался, сколько времени потратил и так же. К тому же вот эта система U-Track позволяет в автоматизированном режиме проанализировать это все по разным параметрам, с графиками, с разными диаграммами, как затраты времени были потрачены, какие сотрудники как работали, какие объемы были выполнены, сколько ошибок было, То есть над всем этим на самом деле, кроме того, что мы самодокументируем свою работу, мы работаем в среде мощной автоматизированной системы, в кейс-системе так называемые, у нас есть еще инструментальные методы аудита, которые находятся, к счастью, вот в адрес Руслан Мэн, где есть и модули статистики, и модули аудита, и мы в любой момент времени можем верифицировать качество, правдивость вот этих данных, то есть вот эту энтропию, которая растет, уменьшает. То есть это позволило управлять реальными проектами. Дальше. Итак, на удаленке мы работали несколько месяцев, проделали гигантскую работу, которую раньше не могли сделать, но в этот момент времени мы уже думали, а что будет дальше. Уже было понятно, что с такого принципа работы уже не имеет смысла уходить, что когда мы вернемся к очной работе, надо оставлять проектный принцип управления, развивая его по задачам, которые уже не могут выполняться заложным образом. Это мы и сделали. Что появилось нового? Вот когда понятно стало, что библиотеку надо больше ориентировать на электронные ресурсы, я все проанализировали, а что требуется ввести собственную цифровую библиотеку, чтобы максимально поддержала работу учебного и научного процесса. И мы создали еще один десятый проект, который называется просто оцифровка, на самом деле там много чего есть внутри, в который задействован практически половина коллектива, около 30 человек каждый день работает в этом проекте. Здесь перечислено на самом деле подзадачи этого проекта. Здесь аналитический анализ, что спрашивают, кто, чего, когда, что-то в РПД рекомендовано, что на самом деле спрашивают, потому что рекомендовать могут быть одно, а брать они могут другое. мы проанализировали и то, и это, на основе чего были сделаны выводы, отобраны массив, и было разработано 30 списков на цифровку, это примерно по 100 изданий каждой, то есть 3000 наименований литературы, после чего был организован подбор литературы с фондом, сброшировка, сканирование, распознавание, обработка сканированных страниц, там уже сотни тысяч обработаны, их надо обрабатывать в футболшопе, сборка объектов, вот, представляете нам PDF, который содержит 700 страниц, зачастую на наших компьютерах собираются до 40 минут, вот, чтобы вы представляли, какие запраты производительности происходят, при этом кто-то занимается обогащением бипописания, потому что появляется новое воплощение объекта электронное, ну и завершается все размещение цифровой библиотеки прописью прав на объекты, информирование читателей, реклама, что можно новенького забрать из библиотеки, уже не приходя за источниками. Дальше, вот, интересно было бы всем, наверное, практикам, но такие данные услышать, всего учебный фонд, который мы анализировали, вот, содержит 14 тысяч наименований, да, мы посмотрели, спрашиваемость с различными критериями, то есть, вот, ну, понятно, одно дело один раз спросили, другое дело 3000 раз спросили за один год, вот, мы эти критерии разработали и взяли интервал пять лет, потому что последние пять лет уже все изменилось, и учебные курсы, и университет, и выявили 4300 востребованных, реально востребованных издания, и побочным эффектом явилось то, что мы подтвердили, ну, такую фундаментальную, как бы, пропорцию, которая справедлива для многих областей науки и техники, которая говорит, что в 95% случаев, да, используется там 30% чего-то, но в данном случае 95% запросов на выдачу относилось всего к 30% фонда, и вот на этот объем мы направили особое внимание. Дальше мы проанализировали как происходит взаимодействие разными ЭБС, если вот какие-то издания из этого числа в российских ЭБС. Понятно, да, что самим отцифровывать это надо было иметь право, и надо иметь фоне было, но легче было дозаказать это в рамках тех ЭБС, с которыми мы сотрудничаем. Спасибо вам большое, они очень нас выучили. И мы нашли, что из этого числа 4300 востребованных примерно 1000 объектов есть в различных ЭБС. Всего у нас есть подписка на 7 ЭБС, но вот эту 1000 размазали по разным ЭБСам, дополнив ландшафт подписки предыдущего года. 1000 у нас ушло туда. Далее, мы посмотрели, какое количество документов из оставшихся 3300 является документами, которые пришли из нашего издательства. издания правом, имущественным правом, на котором владеет сама организация, сам университет. И вы знаете, оказалось, что у нас примерно 2000 таких изданий, которые есть только на бумаге, и правом, на которой располагает Политех. И собственно, идея вот этого проекта оцифровка, о котором я вам говорил, явилось задание по оцифровке вот этих 2000 наименований в промышленном масштабе. Далее. меня спрашивают про Корсаб. Сейчас просто не все слышали эту презентацию, и меня несколько человек просило это осветить. Сейчас я уже подойду к Корсабу. Итак, что получилось с оцифровкой? Вот здесь даны данные. 28 человек, которых мы научили работать с разными платформами. Из них примерно 1 человек научили работать с фотошопом. установили норму 500 страниц в день по нормализации текста. Реализовали мониторинг этой работы и ввели поощрительные меры за превышение этих норм. Вот все, что сверху 500 страниц мы оплачиваем дополнительно. Что оказалось в результате? На данный момент времени у нас сотрудники показывают вот такие значения от 500 до 1900 страниц в день на каждого сотрудника. Вообще-то это много. Качество контролируется, все очень хорошо работает. В цифровой библиотеке каждый день мы получаем приход от 20 до 35 научных изданий объектов КП удастся. Таким образом с начала сентября уже введено в библиотеку около 1000 учебных изданий. Ну и нам остается еще 1000 и тогда мы получим исчерпывающий максимум. Понимая, что мы перейдем на удаленку, но в дальнейшем мы подготовили этот проект для перевода на удаленку. Итак, это просто как выглядит система управления проектом U-Track. Вот это разные задачи, что внутри них находится, как они приписаны к сотрудникам, какие задания для каждого сотрудника. Это задание иногда выполняет несколько человек, как это распределяется по временям. Это вот учет времени обозначается в таких табличках. На самом деле они переводят свою программу, которую они планируют. По поводу E-Corsair, значит, на предварительном этапе, когда у нас было тестирование работы системы, было реализовано 6 заявок, которые отсутствовали в любой EBS в электронном виде. В принципе отсутствовали. они были только на бумаге. И тогда мы оформили заявку в Corsair, через ту систему, о которой мы сейчас говорим, которая была реализована, приемлемая сроки, вот здесь где-то сроки указаны в описании. И мы получили, в данном случае, учебные курсы китайского языка. и в результате мы получили как результат работы с Corsair вот эти 6 объектов достаточно крупных, тут и есть звуковые файлы, учебники, мы получили к ним доступ в рамках подписки, которую имели до сих пор с университетской библиотекой в университете. Наши читатели получили доступ. Итак, суть, вот практически мы нашли большое количество нужных изданий, которые уже существуют в БС разных, мы еще больший объем мы оцифровали собственными силами, но осталась часть, которой нет нигде. И вот здесь подвернулся Екарса, к которому мы и обратились за помощью, разместив там заливку только-только на 2021 год и заключив уже договор. Договор немножко необычный, но тем не менее он работает по другим сервисам, например, сервис там печати у нас, да, обсудимых сервисов. Значит, таких объектов, которые нам не удалось нигде найти легитимно, да, получить доступ к ним, всего оказалось 150. Небольшое количество, но среди этих 150 оказались очень востребованные ресурсы. Вот они очень востребованы реально, но их нигде нет. и мы включили эти ресурсы в эту заявку. Значит, договор, который впервые был реализован, ну, по крайней мере, заключен в рамках Корсара на большой заказ, он, его принцип такой, то есть мы осуществляем подписку на сервис ну, скану демант с возможностью размещения этого объекта в своем едином библиотечном фоне и оплата происходит по закрытию, по мере поступления этих объектов. То есть мы сразу закидываем деньги, мы подписываем договор, эта сумма фиксируется, она достаточно хорошая, и по мере сканирования в рамках вот устоявшихся расценок, они разные, я думаю, что Константин Николаевич про это скажет, эти деньги будут списываться по работе с адканом. Что произойдет дальше? Дальше вот эти объекты, которые появятся легитимно появятся в цифровом пространстве, они в зависимости от того, как будут договариваться с правообладателями, они будут размещены либо в составе университетской библиотеки онлайн, что нас вполне устраивает, либо будет размещена прямо в массиве нашей цифровой библиотеки. Ну, я еще хотел сказать, что для нас важным, что этот ресурс, который появляется в университетской библиотеке онлайн, он бесшовно доступен через Федерацию Федерус, и вот одна картинка, произошел значительный скачок партнеров в этом проекте, и вот здесь просто перечисление ресурсов, которые сейчас бесшовно доступны через Федерус, наравне с университетской библиотекой. бесшовный доступ. Вот, собственно, я сейчас хочу вам подавить эту картинку, и я, наверное, передаю слово ведущему, либо отвечу на вопросы, которые требуются. Напоследок хочу сказать в своей речи, что для нас это был крайне интересный опыт, что мы крупная организация, и мы очень ждем такого же позитивного результата, который вы получили во время опытного тестирования. Спасибо. Посмотрите, пожалуйста, во вкладку «Вопросы». Там есть несколько вопросов для вас. Некоторые из них я скопировал из основного чата, чтобы было проще. Слушайте, а я не знаю где эта вкладка. Там, где чат, есть вкладки «Общие» и вкладка «Вопросы». А, есть вопросы я теперь нашел. Так, ВКР загружается в УБС или какой-то другой ресурс. Да, нет, ну, что вы, нет, ВКР загружается в нашу тумбочку в политехе, в цифровую библиотеку, они все получают доли, они очень хорошо каталогизируются, они гибко управляются в доступе для разных категорий и они всегда под рукой и мы их не передаем во внешние массивы. Так, дальше вопрос. Каково преимущество Федерус в сравнении Эпской Дискавери? Ну, Федерус и Эпской Дискавери совершенно разные сущности. Эпской Дискавери это сервис Дискавери, да, а Федерус это федерация аутентификация, то есть это то, что позволяет вам иметь Single Sign-On единую точку для авторизации, для аутентификации на любых ресурсах, к которым у вас есть доступ. То есть это несопоставимый речень. Дальше, количество небольшого бумажного фонда каково у вас? Ну, если говорить, научный фонд это там по 4 миллиона, да, мы его сокращаем, если говорить про учебный фонд, вы видели 14-тичные именования в объеме, ну, это где-то полмиллиона, наверное, и Денис Харминя. Вот у меня все три кончились. Александр Александрович, спасибо. Мы еще с вами встретимся в последней части нашего сегодняшнего вебинара при обсуждении. А сейчас я хотел бы пригласить Константин Николаевич Костюка для проведения второй части нашего вебинара. Константин Николаевич, прошу. Дорогие, нашего вебинара спасибо Александру Ивановичу, интересное было выступление, ну, и понятна картина то, что он ввел нас во внутреннюю кухню университетской библиотеки, это своего рода как вид из космоса, насколько много там различных процессов и участия в проектах, и получается, что Е-Корсары, о котором мы сегодня говорим, это вот один из элементов, один из проектов и комнат процессов в этой гигантской фабрике. Вот, тем не менее, ну, мы сегодня говорим именно о ней и для нас было очень важно включиться вот эту процессинговую фабрику крупного университета. Я очень рад, что мы нашли такой вход, нашли шестереночку. Вот, я думаю, что о перспективах, которых Е-Корсар может быть интересен, воспользоваться и быть включен. Мы еще поговорим в нашей дискуссии о проблемах, которые с этим сталкиваются, о внутренней кухне, как уже работаем мы по выполнению этого заказа. А сейчас я бы хотел сугубо практически осветить, как пользоваться этим сервисом. Еще раз обращаю внимание, что он комплексный. Мы здесь не придумали велосипед, а по сути дела включились в традицию, которая давно уже существует, работает в консорциуме Арбикона и связана с поиском отдельных изданий всем университетским сообществам. Раньше это был просто Корсар, напомню, и суть была в том, что востребованные издания, которые нельзя было найти на рынке консорциум, по сути дела заказывал издательство. Это было Санкт-Петербург, БХВ Санкт-Петербург издательство обслуживало вот эту систему. Потом по мере ухода печатных изданий это выхолостилось. Мы просто уже не набирали такого количества заказа и приостановился проект. Мы подключились к нему уже в электронном формате со спецификой нашего электронного комплектования, электронного получения прав. Но по сути дела смысл тот же самый от консорциумного корпоративного коллективного заказа на важнейшие учебные издания мы стараемся их реализовать и предоставить доступ. Ну и в частности я считаю, что ноу-хау сегодня, который Александр Иванович представил, то, что мы уже не только можем обслуживать коллективный заказ нескольких библиотек вузов, но и по сути индивидуального вуза. они захотели, мы нашли способ не тратя силы и времени на поиск других партнеров, там те, кто желают те же издания. Мы смогли работать вот точечно по единому заказу. Вот и так этот проект совместно Арбикона и поэтому чтобы начать работать проще всего это и так сказать для всех это начинать через Арбикон. На сайте Арбикона вы легко найдете плашку вот с этим проектом eCorsair и инструкцию как к нему подключиться. Собственно это только вход в начало проекта. Вы получаете логины доступа в саму систему Арбикон и после этого уже бесшовный переход на нашу платформу. В этом собственно задача входа через Арбикон. Те кто работает с нами напрямую они могут прийти сразу работать в рамках нашей подписки и это важно обращаю внимание что когда мы работаем с подсознаниями получаем лицензионные права мы конечно не можем их получить вообще мы получаем их на нашу именно платформу поэтому доступ к изданиям это базовый вариант прежде всего будет на нашей платформе и тут не важно сколько подписка будет у вуза или он полностью подписан на эти издания добавятся или он не подписан совсем и ему будет доступно пять там сколько он доказал изданий просто на нашей платформе если он интегрирует свою информационно-образовательницу как сказал Александр Иванович это уже будет практически для студента незаметно где он читает эту книгу вот но есть правда еще один формат это в частности с политехом мы реализовали когда мы права можем получать сразу с передачи университету то есть это расширенные права они более дорого стоят думаю все смогут себе обеспечить но зато университет получает полный денег и так через арбикон или через подписку на нашу ЭБС вы входите в систему и появляетесь на главной странице вот сегодня чтобы никто не заблудился прямо на главной странице висит баннер Екарсар и но этот этот сервис баннер обращаю внимание действует вообще работает используем только для библиотеки для главного пользователя который может собственно осуществлять заказ вот мы сейчас в качестве акции открыли этот сервис например для ознакомления для всех преподавателей наших подписчиков в течение месяца любой может ознакомиться и опробовать если пойдет процесс так что преподаватели смогут формировать первичный запрос а потом они будут обрабатываться на библиотеке то мы может быть так и так на главной странице вы находите плашку сервисы вот на нее указан указатель и там и находится сервис e-corsar открывайте страничку перед вами открывается сама форма заявки тут все очень просто с краткой информацией вы можете вести поиск по тем изданиям которые в работе которые через этот сервис уже доступны потому что это фонд несколько отдельный от ebs он по сути дела не пересекается с базовой нашей коллекции это самостоятельно отдельные книги вот ну а самая главная опция это заявочка создать заявку вот если у вас уже есть книга которую вы хотите найти и получите значит сразу смело кликаете на эту кнопочку и получаете открывается страничка оформления заказа вот здесь тоже должно для вас все быть очень понятно общая навигация какой угс вы ищете какая дисциплина чтобы мы ориентируемся и сама информация о книге библиографическая запись и все входящие в нее элементы автор название год издания да и обращу внимание тут айден тоже по сути дела этот сервис работает по уже выпущенным изданиям существующим на рынке но которые недоступны в базовых ЭБС ни у нас в коллекции не у других ЭБС это и есть вот сервис который работает в темном поле или там белом белом поле который для электронного рынка не видно мы начинаем там искать это издание вот могут быть издания одного и того же книги учебника но разных лет поэтому чтобы точно нам знать нам и требуется и год издания издательства которое его выпустило то есть те особенности переиздания которые имеются ввиду очень точные параметры этого издания вот это еще важно потому что многие из изданий когда мы ведем поиск мы находим не у самого издательства потому что оно или не существует или потеряло уже права на это издание а мы обращаемся непосредственно к автору издания правообладателю исходному владеющему исключительными правами и с ним уже будет воспроизведено новое издание по сути дела создано по заказу вот но с теми параметрами которые важны вот так что заявка на книгу отправляется это второй шаг и третий шаг это уже отслеживание заявки вот наверху вместе с книгой которая указана вы видите статус заявки вот он здесь обозначен вот первый статус это модерация когда мы изучаем вопрос что можно сделать можно ли найти и дальше отслеживается вот как в интернет-магазине в других системах отслеживаются статусы и вы будете получать на почту и сами проверять изменение это статус после модерации следует проверка когда ваша заявка уже полностью проверена и на нее формируется она просто попадает в топ общих заявок на нее формируют приглашаются другие партнеры если кто-то присоединится к вашей заявке то это сильно удешевит издание ясно что в данном случае как-то формируется ценообразование стоимость всех наших затрат и авторских прав мы делим на количество тех кто подписался под этой заявкой и разумеется там сразу кратное падение цены если найдутся еще желающие или если вы сможете пригласить еще каких-то из ваших коллег здесь я открываю возможности если стоимость кажется высока то вы всегда можете проявить и от себя какую-то активность поделиться с другими музами и пригласить включиться в эту заявку после того как осуществился сбор заявок это вот следующий статус и выяснилось что мы сошлись по возможностям да то есть стоимость которую стоят эти права может или сам заплатить или консорциум вузов мы подписываем договор предзаказа или некое там доп. соглашение в рамках нашего действующего договора по ЭБС и уже начинаем работу производим закупка это статус значит закупка произведена все права есть остается только оформить саму книгу ну и когда это происходит следующий победный статус ВБС книга доступна ВБС вот сейчас если вы зайдете на нашу страничку Екарсар все книги которые там они уже ВБС то есть они работают вот помимо этой позитивной лесенки статусов победный так скажем могут быть и негативные это вот статус отказ в обработке когда издание или автор совершенно не был найден и уже мы ничего здесь не можем сделать ну или очень высокую цену заплатил еще какие-то обстоятельства и второй аналогичный статус отказ издательства когда это тоже довольно привычная практика когда издательство вот совершенно не работает с электронными форматами или не хочет вот и вот это обстоятельство надо обязательно учесть при формировании заявок я еще об этом списке издательства скажу пару слов вот это все что касается прохождения такой заявки издания по заказу помимо этого есть функционал работает уже как и сказал с изданиями которые уже в работе это топ заявок здесь можно смотреть что ищут коллеги присоединяться и таким образом снижать стоимость цены после сбора заявок если книга вошла в бс она тоже имеет особый статус это не значит что она всем войдет войдет в базовую коллекцию мы приобретаем права в данном случае на конкретных использователей и соответственно эти права будут дешевле вот но в дальнейшем можно всегда будет присоединиться у нас есть контакт у нас есть уже это издание в пакете и мы в принципе без больших сложностей можем предоставлять ему подписку вот и последний вот практический элемент в работе да когда вы формируете заявку то сразу отсекается те тот сегмент который в принципе доступен на рынке да и недоступен соответственно для нас очень часто к нам приходят заявки уже известных издательств которые просто не у нас надо получать а на их но прежде всего это издательство которых есть собственные бэс вот приходит нам заявка юрай ну зачем и никак мы здесь не можем помочь просто обращайтесь юрай и без проблем получите это издание вот и таких заявок там конечно большая часть рынка это вот издание нескольких ключевых крупных издательств вот но кроме таких крупных есть еще ряд издательств которые тоже нонграта это те издательства которые вообще не работают с электронными форматами по каким-то своим причинам вот у них такая поза ну до сих пор такие встречаются хотя их намного меньше мы тоже пишем в списке поэтому если видите это издательство в этом списке то лучше не заполнять заявку все равно сразу придет отказ вот ну и у некоторых издательств даже не у некоторых а очень частая ситуация когда книга конечно вышла под определенным издательством там в девяносто пятом году или в две тысячи десятом но на самом деле у издательств нет электронных прав как правило практика российская и советская была в том что права брались на три на пять лет имея ввиду только печатную книгу раньше вообще не было электронных прав потом где-то с 2010 они начали появляться сейчас более-менее вот этот вопрос контролируется издательствами но тем не менее наша практика нашей страны такова что права довольно быстро исчерпывается и тогда мы идем поднику издательства прямо к правообладателю к автору и уже договаривались с ним ну вот собственно практический формат использования как вы видите это очень все несложно совершенно простой сервис вся фишка здесь эти издания найти ну я надеюсь что у нас здесь будет не стопроцентный выхлоп но достаточно позитивный и высокий но на этом практическую страничку можно закрыть и перейти к дальнейшей дискуссии может быть по вопросам модератора и наших слушателей подключайтесь константин николаевич там вам один вопросик был посмотрите пожалуйста посмотрите мы ответим если книга старая ландау курси как будет вестись работа в этом случае ну вот про такие книги и ведется речь то есть ландау в частности есть известная книга которой гордится из матли то есть она существует на книжном рынке а вот другие аналогичные которые уже не существуют в прайсах издательств мы найдем их автора и договоримся и предоставим вам эту книгу вопрос выше про стоимость еще был вопрос выше про стоимость еще был так да приблизительная стоимость но здесь вот нужно отталкиваться и от специфики книги от величины вуза вот мы рассчитываем свести ну какой-то норме минимум вот на сегодняшний день у нас стоимость книги получается где-то около 10 тысяч вот это достаточно высокая цена но логичная тем более точечный у вас поиск и точечные услуги тем конечно будет дороже если у нас коллекционные книги там колеблются 500 рублей 1500 уже отдельные коллекции такие высоко уровневые там цены около 3000 если мы берем по рынку вот в данном случае конечно сразу дороже но это вот целиком комплекс издательских услуг под вас по сути дела издание книги под заказ был print on demand scant on demand вот теперь издание on demand вот но и что важно если мы формируем консорциумный запрос то есть три вуза подключиться к этой заявке то сразу делим на три получается 3000 если 10 вузов то получается по 1000 в этом плюс арбиконовского участия который надеюсь сможет таким пугом выстреливать я знаю что Александр Иванович хочет добавить к выступлению к ступлению к ступлению к ступлению к ступлению коллеги у нас какое-то эхо посмотрите пожалуйста настройки эхо подавления настройки эхо подавления слышали меня у меня есть слышно отлично буквально несколько секунд даже не отвечу эхо безумно буквально несколько секунд итак почему именно университетская библиотека онлайн стала партнером в этом корпоративном проекте хочу сразу снять эти вопросы все очень просто потому что университетская библиотека онлайн является членом Орбикон и коммерческим членом Орбикон и по нашему уставу коммерческие члены имеют право законодательной инициативы создавать коммерческие проекты в которых совместно участвуют Орбикон и комплектная организация что это дает Орбикон ну да член Орбикон получает здесь традиционную скидку то есть если организация является членом Орбикона то проект дает свою скидку и еще я думаю что я могу предложить провести семинар для 2 по обучению я думаю что Константин меня поддержит я думаю что Константин меня поддержит здесь да если можно я бы Алла Верды добавил почему мы тоже с удовольствием работаем и с Орбиконом и с вот этот проект экспериментальный был с Политехом для нас тоже и большая честь и большая важность работать с лидером отрасли вот Политех мы воспринимаем здесь как технологический локомотив вы прекрасно увидели насколько это такая мощная фабрика и очень важно найти особенно среди крупных вузов ТЭП 5100 из этого списка как включиться как найти ту потребность которая действительно нужна крупному вузу и вот Александр Иванович тоже обозначил тенденцию к индивидуализации к точечности вот Екарсар прекрасно отвечает как раз новой стадии развития рынка мы в принципе уже системе ЭБС охватили вот этот вот отработанный сегмент уже тут мало что найти нового вот дальше остались белые пятна как я сказал то есть то где рынок еще не дошел и где нужно вообще копать лопатами что называется и надеюсь это получится спасибо Константину Константин Николаевич вы конечно микрофон пожалуйста на время пока другие люди говорят только микрофон а вот аловерды на аловерды значит на самом деле да мы удовлетворены вот работая с этой организацией с Константином лично и с его партнерами почему потому что ЭБС достаточно продвинутая и например когда мы создавали Федерус который существенно изменил вот нашу жизнь например это точно значит университетская библиотека онлайн была самой первой ЭБС которая вошла в тот проект и потом за ней потянулись и другие я должен сказать что практически все ведущие ЭБС сейчас работает с Федерусом это означает что организации которые покупают этот ресурс у них в их ЭБСах снимают проблему с бесшовностью доступа не надо помнить для нас 100 паролей разных университетская библиотека была первой кто эту технологию реализовал поэтому вот это тестирование которое нами и Корсара было организовано оно уже существовало вот в этой продвинутой среде информационной которая уже была создана при партнерстве с этим ЭБС вот ну и самая последняя новость буквально дни у нас однокрупный ЭБС еще не была в Федерусе это Юрайт сейчас мы вот на стадии подписания договора и тогда все тогда любые покупатели будут пользоваться этим преимуществом этих ЭБС которые технологически поддерживают новые технологии очень контакт спасибо спасибо вопрос не знаю кому пожалуйста спикеры сами решите у нас в стране огромная проблема с литературой которая входит в класс сиротских произведений может ли система E-Corsair как-то разрулить эту проблему кто будет отвечать Константин включите микрофон пожалуйста теперь вот уже касается внутренней кухни и проблемы нашей именно работы вообще обращу внимание почему вот нужен такой сервис прежде всего потому что у нас сейчас существует два рынка книжных учебной литературы первый это печатной литературы да мы к нему все привыкли знаем как работать с ним существует прайс-листы издательства библиотеки уже десятилетиями отработали все и существует совершенно автономный рынок электронной литературы и он вот эти рынки они конгруентны но далеко не совпадают да и не только там отдельные как я сказал издательства могут не входить в электронный рынок да но целые сегменты такие как сиротские произведения то есть те которые еще здесь где действует авторское право но где нет уже реального там правообладателя он или умер и 70 лет эти идут или там правонаследники где-то живут их надо искать а помимо этого еще существуют такие сегменты как переводная литература там уже права переводчиков включаются права зарубежных издательств а это очень важный сегмент рынка вот в этом случае по сути дела как маленькая ситуация как маленький детектив и общего законодательного решения у нас нет в Европе с этим немножко полегче нам приходится идти по пути поиска следов и все равно заключение договора вот в случае если удается этот детектив разрешить то мы получим книгу но разумеется не 100% вот еще если можно я бы ответил вопрос который здесь в чате появился сколько по времени занимает процедура от заявки до заключения договора вот как сказал это пока у нас все тестируется пока мы так сказать в потемках немножко блуждаем но как ожидается вот эти все ступеньки которые я обозначил они будут занимать около трех трех месяцев вот конечно не быстро обычно нужно быстрее там для аккредитации прочего но это вот такая материя да тут если нужна книга то потребуется подождать это полноценное издание цикл издания коллеги у меня еще один вопрос может быть неожиданный откуда появилась аббревиатура корсар ведь она апеллирует вот какому-то такому пиратству да что ли корсар это же значимое слово откуда появилась идея назвать именно так систему ну да это такое красивое слово ну не это не пиратство на самом деле аббревиатура я точно ее уже не помню потому что это уже существует но то что она называется Sky начинается это корпоративное объединение каких-то там ресурсов то есть раньше это было на бумаге то есть это допечатка тиражей как Константин рассказал который уже нельзя было купить в магазинах да но это это учебники но фехтенгольц у вас кончился да а его спрашивают и спрашивают вечно вот кстати в нашей библиотеке 4000 экземпляров фехтенгольца вот чтобы было понятно да и в этом плане я хочу кстати вот такую вещь сказать вот когда мы говорили про цены да ну цены разные да на самом деле разные по крайней мере мы для себя посчитали ну разумность как бы оплаты вот тех цен которые мы получили в итоге мы бы считали что вот в диапазоне от 5 до 10 тысяч если мы получаем документ в неограниченное пользование на неограниченное количество рассмотров в параллельной сессии это очень даже нам выгодно по сравнению с бумагой вообще не сопоставить даже если у нас 4000 фехтенгольцев будет один электронный виде за 10 тысяч рублей ну посчитайте да очень выгодная штука вот так что я корсалер это электронный корсалер он такой не бандитский он очень у меня еще один вопрос скорее всего этот вопрос Константина Николаевича скажите пожалуйста эта система работает ли на рынке мультимедиа или каких-то других ресурсов не книжных которые тоже под правами интересный вопрос но я думаю ничто не мешает действительно распространять но кстати вот самое то что лежит на поверхности если мы вот этот полный цикл проходим самостоятельно мы можем эту книгу издавать не только в электронном но и в бумажном виде то есть пожалуйста бумажная книга тоже может так создаваться и предоставляться ну а так аудиокниги в целом и аудиокниги да ну аудиокниги в классическом издании они намного дороже стоит озвучка диктором вот у нас сейчас цепочки наших технологий тоже разрабатывается сервис аудио под заказ по требованию да у нас уже тоже как я сказал вся палитра сервисов по требованию и можно будет заказать аудиокнигу по требованию но это уже будет начитанная синтезатором но тоже поэтому и недорогая как и вот эти вот варианты а если книга находится уже не под правами но она трудна для доступа и нужно потратить деньги для того чтобы ее обработать и в библиотеку загрузить может ли она проходить тоже вот так вот складчено через екарса да конечно здесь уже гораздо проще потому что основной это конечно труд связан с оформлением авторских прав вот как Александр Иванович видите они тысячи книг сами оцифровывают те которые где у них правовая ситуация понятно все таки екарса он нацелен вот на самые так сказать бриллианты да на самые сложные но и самые ценные но если потребуются там более простые решения скажем оцифровки уже доступных книг или бесправных то это мы сделаем тем более без труда коллеги участники вебинара есть ли у вас еще какие-то вопросы можно я отвечу вот я вижу вопрос висит он не был отвечен будут ли доступны издания заказанными другими по системе екарсар если библиотека имеет подписку на ЭБС университет библиотека вот но я мимоходом в принципе отвечал на этот вопрос что вот эти издания они не входят ни в базовую ни в другую коллекцию они как бы вне коллекции ЭБС и на них нужно будет подписываться самостоятельно ну дополнительно к базовой коллекции вот соответственно за немножко там за дополнительные деньги да пожалуйста да пожалуйста Александр Иванович это будут уже наверное не первоначальные деньги или чуть-чуть дешевле но смысл в том что мы корпоративным образом расширяем ЭБС да у нас еще инвестиционная библиотека и у него будет речертуар увеличен на вот эти измерения барабаны которые будут выполнены на форму поэтому это в интересах всех всего корпоративного сообщества но тот кто первый заказал да ну тут будет иметь нет преференции да такие еще тут вопрос в чате был тоже не отвечен что нужно до обращения в Екарсан проверять наличие электронной векции других описок веки обращаться но мы будем самостоятельно это делать для этого мы и список издательств которые сразу не входят для этого мы даем что достаточно будет свериться если это издательство есть списки то нет а если нету то уже мы найдем сами если вдруг она все-таки есть другом издательстве то мы потом проинформируем об этом вот еще да вот смотрю вопрос Оксаны Геннадьевны получается что Екарсар еще одна дополнительная подписка нет не дополнительная подписка но как некое доп соглашение но потом это все надо индивидуально смотреть потому что если будут книги которые бесправные классика или что-то то они наверное будут входить в общий базовый для следующих вот если правные то тогда вот это доп соглашение с какой-то прибавочкой коллеги есть ли есть ли еще вопросы вы пока их формулируйте я хотел бы напомнить что всем участникам выданы сертификаты выше ссылка размещена на на ресурс где их можно заказать оплатить сразу же получить в реальном времени я хочу добавить еще раз да конечно вот по последнему вопросу да константин Николаевич ответил сейчас по поводу дополнительной подписки на самом деле вот именно этот проект он отличается от других корпоративных проектов Робикон тем что здесь не нужно входить в проект как проект Робикона да вы входите в проект Екарсан он у нас совместный он вхождение в проект бесплатное да и в него вы можете попасть через информационную систему Робикона если вы являетесь партнером конкретно вы можете это сделать напрямую значит мы знаем как это дело мониторить эти данные передаются от партнеров в партнеров и на самом деле вот такое взаимодействие с конкретной системой позволяет придумать разные саноплитические такие игры да то есть вдруг нам захочется партнерство усилить между покупателями участниками этого проекта при горизонтали мы знаем как но пока не скажем ну что ж коллеги я думаю что в основном мы осветили тему сегодняшнего вебинара спасибо всем за участие в столь интересном мероприятии приходите еще к нам в Директ Академия я хотел бы особо поблагодарить наших сегодняшних спикеров Александра Ивановича Племника и Константина Николаевича Костюка и пригласить на следующие мероприятия Директ Академии будьте всегда с нами спасибо спасибо всем приходите на наши странички пользуйтесь сервисом спасибо 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 Продолжение следует...